Визит генерального консула Республики Узбекистан в Казанский федеральный университет. Я неоднократно уже посещал Институт международных отношений, мы проводили совместные мероприятия. Новые научные разработки в КФУ. В первую очередь это своевременный, если при необходимости, постоянный мониторинг за состоянием и здоровьем пациента. Как связано имя Владимира Бехтерева с Казанским университетом? Умер Владимир Бехтерев неожиданно и быстро. Настолько неожиданно и быстро, что возникла еще одна легенда. Будто кто-то отравил его специально. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Анастасия Афонина. В Казанском федеральном университете пройдет чемпионат ассоциации студенческих спортивных клубов. В этом сезоне наш телеканал будет транслировать в социальных сетях все матчи чемпионата. Следите за новостями студенческого спорта вместе с нами. Вот как раз таки первый наш выход. Это 13 февраля. Примерно в 8.45 мы должны начать прямой эфир. С небольшим перерывом и до 11 вечера нон-стопом говорим о мини-футболе на чемпионате АССКА. Показываем и говорим всей России, по сути даже всему миру, что студенческий спорт в России живет. И мы покажем, как это делается. Генеральный консул Республики Узбекистан выступил с лекцией в Институте международных отношений Казанского федерального университета. Подробности далее. 10 февраля ежегодно отмечается профессиональный праздник, день дипломатического работника. В Институте международных отношений Казанского федерального университета по традиции проходит торжественное мероприятие с участием преподавателей Высшей школы международных отношений и студентов. 11 февраля институт посетил Генеральный консул Республики Узбекистан Фаридин Насриев. В первую очередь хотел бы поздравить с Днем дипломатического работника всех дипломатов Российской Федерации, также будущих дипломатов, которые собрались сегодня. Я неоднократно уже посещал Институт международных отношений, мы проводили совместные мероприятия. Консул рассказал студентам об отношениях Узбекистана с Российской Федерацией и Республикой Татарстан, а также о деятельности консульского учреждения в городе Казань. В рамках лекции студенты могли задать интересующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы. Шахерезада Курбанова, Фарид Захид Углы, Универньюз. Делегация Казанского федерального университета находится с рабочим визитом в Киргизии. В рамках деловой поездки состоялась встреча с представителями Министерства образования и науки Киргизской Республики. Помимо этого, представители КФУ встретились с руководством ведущих университетов Киргизии. С 8 по 12 февраля в музеях Казанского федерального университета проходит всероссийская акция «Университетские музеи детям», приуроченная ко Дню российской науки. Одно из мероприятий прошло в музее имени Николая Лобачевского. В мастер-классе по реставрации керамики приняли участие все желающие. Сегодня у нас проходит мастер-класс. Дети пробуют себя в роли настоящих реставраторов. В качестве объекта мы использовали современную посуду, которую предварительно разбили. И сейчас ребята пробуют себя склеивать уже собственными силами. Вот родители им помогают. Какими заслугами известен выдающийся профессор Казанского университета Владимир Бехтерев? В поисках ответа наш корреспондент побывал в отделе рукописей и редких книг библиотеки имени Лобачевского. Выдающийся ученый работал в здании университетской клиники, где сейчас располагаются Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций и наш студенческий телеканал. Тему продолжит наш корреспондент. Академик Владимир Бехтерев – выдающийся русский психиатр, невропатолог, психолог, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России, а также генерал-майор медицинской службы царской армии. В его заслуги входят различные гениальнейшие достижения в области психиатрии. Интересным фактом является то, что именно Владимир Бехтерев в свое время поставил диагноз Владимиру Ленину и Иосифу Сталину. Владимир Бехтерев родился в семье Пристова, Михаила Павловича, и его жены Марии Михайловны Бехтеревых, Елабужского уезда Вятской губернии. Образование получил в гимназии и Петербургской медико-хирургической академии. По окончании курса посвятил себя изучению душевных и нервных болезней и для этой цели работал при клинике профессора Мержиевского. В стенах отдела рукописей редких книг хранятся различные материалы и работы великого академика. К примеру, книга под названием «Годичный акт», выпущенная 5 ноября 1888 году. В данной работе ученый, постулируя отраженную природу сознания, вводит понятие его структуры и уровней. На основе критерия сложность содержания и сознания Бехтерев выделил ступени и уровни формирования сознания в антогенезе, то есть индивидуальном развитии. На исходном уровне в младенчестве, когда еще отсутствуют ясные представления, наше сознание проявляется в неясном чувствовании индивидам своего существования. Бехтерев также тесно связан с Казанью и даже есть в личном составе Императорского Казанского университета. В свое время он читал здесь лекции и состоял профессором Казанского университета, а также заведовал психиатрической клиникой окружной Казанской лечебницы. Во время работы в Казанском университете создал психофизиологическую лабораторию и основал Казанское общество невропатологов и психиатров. В 1893 году возглавил кафедру нервных и душевных болезней медико-хирургической академии. В том же году основал журнал «Неврологический вестник». В 1894 году Владимир Михайлович был назначен членом Медицинского совета Министерства внутренних дел. Умер Владимир Бехтерев неожиданно и быстро. Настолько неожиданно и быстро, что возникла еще одна легенда, будто кто-то отравил его специально из-за неразглашения тайной диагноза, поставленного им на приеме. Это случилось 24 декабря в Москве в 1927 году. Последней идеей Бехтерева была идея о создании Института мозга. Там он собрал удивительный музей нервной системы. Бехтерев хотел, чтобы этот музей стал именно музеем мозга. Пантеон мозга был учрежден, и судьба распорядилась им со свойственной ей иронией. Первым оказался в музее мозг его создателя. Похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Амир Ахтямов, Хафиз Гараев, Амир Юлдашев, Универньюз. На базе юридического факультета Казанского федерального университета состоялось открытие школы избирательного права для студентов. Серия обучающих семинаров будет включать в себя лекции, практические занятия, мастер-классы, тренинги и консультации. Педагогами в школе избирательного права станут преподаватели КФУ, члены Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан и эксперты избирательного права. Школа начнет свою работу в феврале и завершится в начале июня. В Казанском федеральном университете разрабатываются новые материалы для медицинских биосенсоров. Они позволят снизить затраты на диагностику и лечение пациентов. Именно здесь, без преувеличения, решается судьба человечества. Молодые ученые вместе со своими опытными наставниками создают новейшие химические разработки, которые значительно улучшат нашу с вами жизнь. Каждый день медицина стремительными шагами двигается вперед. Над этим прогрессом работают по всему миру, и ученые-химики Казанского федерального университета не стали исключением. Ведущий инженер отдела органической химии Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета Алена Хадиева занимается разработкой электрохимически активных материалов, которые предназначены для медицинской диагностики. Биосенсоры – это устройство, которое преобразует аналитический сигнал в электрический. Функционально они подобны рецепторам человека. В первую очередь это своевременный, если при необходимости, постоянный мониторинг за состоянием и здоровьем пациента. Один из популярных примеров биосенсора – бытовой глюкометр. Портативный прибор для измерения уровня сахара в крови. Он максимально прост в работе. В качестве образца требуется лишь небольшое количество крови, а управление осуществляется всего одной кнопкой. Результат исследования выводится на экран устройства в течение 40 секунд. Отсюда вытекает очевидная необходимость в разработке новых биосенсоров для мониторинга здоровья вне медицинских учреждений. В рамках данной работы в течение двух-трех лет мы уже сможем представить технологию получения материала и технологию его нанесения. То есть на чем у нас сделан как раз упор в этой работе, почему биосенсоров сейчас нет такого большого ассортимента – это их технологическая сложность. В нашем случае мы изначально строим, чтобы технология как получения самого материала, как и технология нанесения была простой и экономически целесообразной. Работа над любым научным проектом требует времени, и проект разработки материалов для биосенсоров – не исключение. Но это стоит того, чтобы через несколько лет каждый человек мог узнать, что происходит в его организме без похода к врачу. Шахерезада Курбанова, Андрей Багаудинов, Универньюз. На этом все. В студии была Анастасия Афонина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!